здравствуйте мои подписчики и гости канала очищенные бобы поступают в сборники силосов для хранения из которых разные сорта бобов в необходимом соотношении подаются в вагонетку или иную промежуточную емкость и далее поступают на термическую обработку обжарку склеенные и ломанные бобы подвергают обжарки отдельно от целых бобов а после обжарки доставляют к отсортированным обжаренным бобам и вместе с ними направляют для дальнейшей переработки в этом видео мы рассмотрим термическую обработку какао бобов обжарку термическая обработка какао бобов является наиболее ответственной технологической операцией от которой в значительной степени зависит качество получаемого готового продукта объясняется это важным значением сложных и недостаточно изученных физических и химических процессов протекающих внутри ядра какао бобов при их термической обработке изменения эти улучшают вкусовые качества аромат цвет и технологические свойства какао бобов повышается хрупкость ядра и какао вэллы необходимые для их последующей обработки и разделение ядра и какао вэллы во время обжарки происходят количественные и качественные изменения отдельных составных частей какао бобов влаги дубильных веществ красящих веществ органических кислот белков сахаров и прочего содержание влаги в не обжаренных бобах колеблется в пределах от 6 до 8 процентов в обжаренных от 2 до 3 процентов чем ближе содержание влаги в обжаренных бобах а следовательно и в получаемые из них крупки к нижнему пределу тем эффективнее измельчение крупки на размольных аппаратах тем выше дисперсность получаемой массы тем успешнее протекают процессы прессования и отделения какао масла при этом более плотно проходят химические превращения органических соединений и образование ароматических веществ при содержании влаги в обжаренных какао бобах ниже 1 процента ухудшаются технологические свойства какао бобов и какао тертого снижается дисперсность твердой фазы и выход масла при прессовании в процессе обжарки ослабляется связь какао вела с ядром и повышается ее хрупкость и какао вела легко отделяется от ядра обжаренные какао бобы и полученные из них крупка легко поглощают влагу из окружающего воздуха при этом чем выше относительная влажность воздуха тем большее количество влаги поглотится бобами и крупкой обжарки может быть подвергнута какао крупка полученная предварительно на специальных дробильно сортировочных машинах из сырых или подсушенных какао бобов в обжариваемой крупке все процессы протекают более интенсивно в таблице на экране представлены данные характеризующие изменения влажности какао бобов и крупки при хранении в эксекаторе в условиях различной относительной влажности изменение влажности какао бобов и какао крупки наблюдается при хранении их в производственных условиях при относительной влажности воздуха около 65 процентов и температуре около 18 градусов получены данные, представленные в таблице. В связи с гигроскопичностью обжаренных какао-бобов и какао-крупки рекомендуется не допускать накапливания на производстве запасов обжаренных бобов и крупки, а направлять их на дальнейшие стадии переработки. Содержание в товарных какао-бобах дубильных веществ, растворимых в воде или в метиловом спирте в процентах к сухому веществу, колеблется в пределах от 3 до 7,5%. Во время обжарки содержание этой группы дубильных веществ благодаря конденсации снижается на 1-3% в зависимости от способа и интенсивности нагрева. Образуются высокомолекулярные аморфные вещества, флобофены, нерастворимые в воде. Вследствие этого смягчается вяжущий вкус бобов и проявляется приятный горьковатый привкус, характерный для шоколадных изделий. Флобофены имеют красновато-коричневую окраску и их образование в процессе обжарки усиливает коричневую окраску обжаренных какао-бобов. Было показано, что качественный состав фенольных соединений при термической обработке какао-бобов не изменяется. С изменением основных физико-химических показателей какао-бобов в зависимости от способа обжарки снижается содержание в бобах плюс катехина минус эпикатехина по сравнению с необжаренными бобами. В отдельных случаях минус эпикатехин при обжарке полностью исчезает. Термическая обработка какао-бобов приводит к уменьшению содержания веществ типа антоцианов. Таким образом, во время обжарки происходит изменение цвета какао-бобов не только вследствие окислительной конденсации дубильных веществ, но и вследствие изменения содержащихся в бобах красящих веществ. В процессе ферментации какао-бобов в результате уксусно-кислово брожения сахаров пульпы в них накапливается уксусная кислота. Она в значительной степени обуславливает кислотность какао-бобов и оказывает влияние на вкус какао-продуктов и шоколада. По данным Кузнецовой, в различных сортах какао-бобов содержится летучих кислот от 1 до 0,5%. По данным Кузнецовой, в различных сортах какао-бобов содержится летучих кислот от 1 до 0,5% процента в пересчете на уксусную кислоту. Гана 0,3, 0,26. Байя 0,52, 0,4. Нигерия 0,34, 0,31. Эквадор 0,28. В процессе обжарки происходит частичное удаление летучих веществ, в том числе летучих кислот. Их содержание снижается примерно на 0,1% в пересчете на уксусную кислоту. Соответственно, с удалением кислот при обжарке наблюдаются потери сухого вещества в размере 1,2%. Одновременно уменьшается тетруемая кислотность. В ходе термической обработки какао-бобов наблюдаются изменения в содержании не только суммарного количества летучих кислот и в содержании свободных и связанных кислот. В таблице на экране показано изменение содержания летучих кислот при обжарке какао-бобов из Нигерии при температуре 160 градусов Цельсия. Суммарное содержание летучих кислот в процессе обжарки изменяется незначительно. В то время как количество свободных кислот уменьшается, содержание связанных возрастает. Величина pH в начальный момент возрастает, а затем снижается. Изменение белков и сахаров. В процессе термической обработки какао-бобов под влиянием теплового воздействия происходит изменение белковых веществ. Экспериментально установлено снижение примерно на 25% растворимых фракций белковых веществ альбумины, глобулины, глютелины в результате тепловой денатурации. Чем выше температура и больше продолжительность обжарки, тем более глубоко происходит денатурация белковых веществ и соответственно возрастает количество нерастворимого белка. Кузнецова и Маршалкин показали, что при обжарке какао-бобов снижается содержание свободных аминокислот и редуцирующих сахаров, особенно глюкозы и фруктозы, в результате сахароаминной реакции реакции Майяра, реакции Штрекера и самопроизвольной деградации сахара. Продукты деградации сахара приводят к появлению определенных ароматов и привкусов. При термической обработке какао-бобов типа Ганна содержание глюкозы снизилось в три раза, фруктозы и арабинозы в два раза, галактозы в полтора раза. В результате сахароаминной реакции при обжарке какао-бобов образуются различные летучие органические соединения, в их числе альдегиды, способствующие созданию аромата и нелетучие компоненты меланоидины, роль которых в образовании вкуса и аромата слабо изучено. Тепловая деградация глюкозы сопровождается полимеризацией и образованием полисахаридов, левовращающий глюкозан, изомальтоза, амигдалоза, целлобиоза, изомальтотриоза и прочие. Глубокие химические изменения, происходящие в семядолях какао-бобов при обжарке приводят к появлению специфического шоколадного вкуса и аромата. Полнота достигаемого вкуса и аромата зависит как от сортовых и видовых особенностей какао-бобов, так и от способа и интенсивности их термической обработки. Кроме рассмотренных изменений составных частей какао-бобов при обжарке в литературе отмечены также переход некоторой части содержащегося в бобах крахмала из нерастворимой в растворимую форму и переход некоторого количества какао-масла в какао-веллу. Если при мягких режимах обжарки в какао-веллу переходит около 0,1% какао-масла, то при воздействии высоких температур при обжарке и медленном охлаждении эта величина может составлять до 1%. Далее мы рассмотрим конструкцию и принцип действия оборудования для обжарки какао-бобов. Для термической обработки какао-бобов применяются цилиндрические и шаровые сферические обжарочные аппараты периодического действия. Цилиндрический обжарочный аппарат представляет собой сварной барабан 6, вращающийся на оси 1, которая приводится в действие от шкива 3 через коническую передачу 2. Под барабаном расположена топка 11. Топочные газы, омывая наружную поверхность вращающегося барабана, уходят в газоход 5. Бобы загружаются в воронку 9, прикрепленную к дверце 10 и попадают во внутреннюю полость барабана, на поверхности которого укреплены спиральные направляющие 7 для перемешивания бобов. Выделяющиеся при обжарке газы и пары влаги отсасываются вентилятором через трубу 8. Часть топочных газов проходит через отверстие в задней стенке барабана и просасывается через барабан тем же вентилятором. Барабан обмурован кирпичной кладкой 4. По окончании обжарки дверца 10 с воронкой открывается и бобы высыпаются в подкатную тележку, которая затем подается под вытяжку для отсоса газа и охлаждения бобов. Процесс обжарки в этих аппаратах длительный. Регулирование температурного режима осуществляется изменением интенсивности сжигания топлива, что не дает возможности быстро его отрегулировать. Цилиндрические аппараты бывают вместимостью 100 и 300 кг. Шаровый обжарочный аппарат. Внутри шарообразного кожуха 8 на горизонтальном валу 17 вращается полый сварной шар 4. Спицами 18 шар крепится к двум полым цапфам 16 и 26, которые могут свободно поворачиваться на валу 17. Вал на одном конце имеет звездочку 14 цепной передачи, а на другом штурвал 28 с фиксирующим штифтом 29, который входит в отверстие сектора 27, закрепленного на полый цапфе 26 шара 4. Таким образом, через штифт 29 и сектор 27 вращение от вала 17 передается шару 4. Стенки шара имеют отверстия для выгрузки бобов, закрытые шиберными заслонками 5. Заслонки смонтированы на стержник 6, которые закреплены на валу 17. Бобы загружаются в воронку 3. При открывании шиберной заслонки они попадают во внутреннюю полость шара 4. Для перемешивания бобов при вращении шара предусмотрены лопасти 7. Аппарат работает на коксе или газовом обогреве. Вентилятор 1 просасывает через полость шара смесь воздуха и топочных газов, получаемых при сжигании кокса в топке 15. Одновременно вентилятор удаляет из аппарата пары влаги и газообразные продукты, выделяемые из бобов. Воздух засасывается через патрубок 13. Количество горячей воздушно-газовой смеси, поступающей в аппарат, регулируется шиберными заслонками 11 и 12. Температура газов, выходящих из аппарата, контролируется термометром 2. Отсасываемые вентилятором газы поступают в циклон 25, где происходит отделение частиц оболочки бобов какао-веллы. По окончании обжарки аппарат останавливают, штифт 29 оттягивают, поворачивают штурвал 28 так, чтобы заслонки 5 открыли отверстие в стенке шара 4 и опускают штифт 29, который войдет в соответствующее отверстие сектора 27. После этого включают привод и бобы при вращении шара высыпаются в коническую часть 19 кожуха. Откуда через шиберную заслонку 20 они поступают в приемник 21 охлаждающего устройства. Бобы перемешиваются вращающимися лопастями 22. Вентилятор 24 просасывает воздух через слой бобов, находящиеся на сетчатом дне 23 приемника 21. При разгрузке аппарата шибера 11 и 12 закрываются, а шибер 10 открывается и горячие газы и стопки проходят по трубопроводу 9, минуя обжарочный аппарат. Аппарат снабжен устройством для автоматического контроля процесса обжарки бобов. А один из подшипников вала 17 опирается на весовое устройство, которое воспринимает вес внутреннего шара и находящихся в нем бобов. По мере удаления влаги вес бобов уменьшается. Когда он уменьшится до заданной величины, весовое устройство дает сигнал об окончании процесса обжарки. Шаровые аппараты выпускаются вместимостью 160, 250, 400 и 750 килограмм. В этом видео мы рассмотрели термообработку какао-бобов обжаркой, а также процессы, которые происходят с составными частями какао-бобов в процессе обжарки. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!